Ну, немного по командам хотел пройтись, не по всем, конечно, но вот мне запала прям в душу игра Na'Vi VP, я видел, что тебе тоже, наверное, потому что я прям ожидал, ну, как-то посмотреть, хотя на самом деле это был один из вариантов, которые вполне были ожидаемы, но я прям с одной стороны был удивлен тем, что Na'Vi действительно очень неплохо выглядит, у них прям какой-то план, они прям четко есть. То есть они мне напомнили VP Золотой Эры, как раз-таки, а VP, ну, это был просто какой-то, какая-то жесть, то, что там вытворял ГПК, что-то, я просто перед этим и после этого видел игры, где вот прям одна и та же картина, где Коттл за Radiant, он с МИДа, он бежит на топ гангать какого-то там чувака, и он так все делает, что у чувака вообще нет шансов. И тут прибегает ГПК, который что-то ставит на качку, выкинул нафиг этого, там, какой-нибудь Бристлбэк, по-моему, да, с этого, оттолкнул его только от своего же Иллюминейта, что-то побежал, не добежал, и в целом выглядела игра, ну, максимально странно. А, там, когда обезьяна раз за разом дает бандла страйк в героя, а его перед этим кто-то отшвыривает куда-то, то ли в сторону. Кто-то в скалочках котел, да? Нет, там не котел был, там, по-моему, Марси была, которая, вот он дает палку, а она его из-под палки вытаскивает. Понял, понял. Своя собственная. Короче, я просто о чем подумал, о том, что все, ну, все, у кого я спрашивал, на самом деле, говорили. Профессиональные игроки, мои коллеги, что, ну, вообще-то, состав выглядит как тир-1. Но у меня веры вообще не было. И вот, посмотрев на эту игру, я понял, что, блин, походу, реально мне нужно было говорить, что, да нифига это не тир-1 состав, потому что в него не то, что не было веры, а сейчас, после этой игры, у меня такое ощущение, что он никогда и не заиграет. Вот настолько все как-то было плохо. Это ты просто в ВП, да? Ну, да. Ну, честно сказать, было очень удивительно наблюдать, когда они собрали состав, позвали только Ямич Хакоду, Пюреху, и вначале показывали очень недурную игру. Я был искренне удивлен. Это как раз тот самый случай, когда команды собирается и сразу показывает игру. Это мой снайпер какой-то пошел. Типа, с какого это перепуга вообще? Вот я подумал в тот момент, потому что кто, как это так возможно? Это что, можно уже любых пятерых взять, что ли, просто людей, просто с высоким рейтингом они будут играть? Ну, вроде это не так работает все-таки, далеко не у всех получается. Но потом все встало на свои места, на самом деле. И они перестали показывать классную игру, стали показывать так себе игру. Ну, что более им должно быть свойственным, потому что, честно сказать, состав реально не выглядит суперсильным-то. Ну, то есть он и не выглядел на топ-1-то. Но я все равно думал, после того, как они стартанули, что, ну, какой-нибудь топ-2-топ-3 региона будет. Но сейчас, ну, по ощущениям, все топ-2-топ-2. Ой, тут топ-2-3-4, скорее, да, теперь уже. Ты же понимаешь, что вот как раз-таки очень важно топ- сколько они будут. Прям не просто для звания, а им критически важно быть топ-3, а не топ-4. Потому что эта поездка потенциальная на мейджор, хотя, честно сказать, глядя на то, как в Апексе катаются на мейджор российские игроки, никак, спойлер. Непонятно, за что идет борьба. Но, тем не менее, это еще и DPC очки. Тоже там первое место может вполне себе для некоторых команд обеспечить попадание на... Ну, короче говоря, пока это выглядит вот как раз-таки на топ-4-5, а это вообще не тот результат. Ну, да, не тот результат. Ну, там нужна работа. Я помню эту игру против Na'Vi. То есть моментов там много, но там моменты вплоть до того... Вот 33-й сегодня, я читал его небольшое интервью. Ну, и комментарии где-то он давал, где он говорит, что он много Dota изучает, ну, как бы смотрит реплеи всяких. И учатся у... То есть он как бы не стыдно ему, что называется, поучиться у других. Он говорит, я очень много обращаю внимание на то, как играют другие. И при этом не только профессионалы, но и даже тысячники, так сказать, знаменитые. Вот. Особенно, если у них там 30-й уровень героя, потому что они много наиграли. И у них там есть интересные фишки, я их подчеркиваю. Вот. И по игре 33-го видно, что он реально как бы задумывается над игрой постоянно. Он постоянно что-то придумывает, у него много фишек. Это его изобретение, я так понимаю, там, курьерами водить крипов, чтобы они... Ну, чтобы бэкдор включался. Знаешь вот эту штуку прикольную? Курьерами? Это, по-моему, давно было... Ну, давно. Это где-то первый раз, может быть, месяцев 7-8 назад. Ну, я помню, помню, да-да-да, они водили там... Да-да-да. И вот у них, ну, и по игре Тундра, там, не знаю, не один 33-й, возможно, это все делает, конечно. Но и он, в том числе, по его личной игре, видно, что он думающий игрок весьма. Ну, конечно, к чему это я? Вот 33-й думающий, а у Virtus.pro.m. А.К. как ты-то был? Ямич, как кода, для меня это один тот же игрок, если честно. Это просто против Медуз, там, и кто там был у Na'Vi, он БКБ, ПТ, в Рейсбенд БКБ покупает. Да, там две игры покупал БКБ. ПТ, Рейсбенд, БКБ. Есть предмет, он тоже называется Рейс, только другой. Рейс Пакт. Он снижает весь ходячий урон на 30%. Например, от Медузы, который не покупает БКБ, он снизит весь ее урон на 30%. Рейс Пакт называется. А есть Рейс Бэнд. И чтобы, ну, типа, как бы, собирая на Макаке, Четверке, ПТ, Рейс Пакт и БКБ, ты, в общем-то, расписываешься в том, что тебе то ли похуй, то ли ты вообще не умеешь думать. Что? Рейс Бэнд. Ну, в смысле Рейс Бэнд, да. Рейс Бэнд и БКБ и ПТ, вот это все. Потому что Макака, как бы, цивилизованная Макака, в такой игре, скорее всего, окупил бы себе Короужен и фармил бы Рейс Пакт без ботинка, без всего. Просто аккуратно сидя по деревьям, ну, как это делают, собственно, на Макаках. Четверк фармил БКБ, кстати, он, когда его купил, как раз в трон у них упал. Вот он ровно пролетел, взял БКБ и ГГ они написали. Меня больше удивило, что он две подряд игры на разных героях, но у него был стабильный план на саппорте купить БКБ первым слотом. Мне кажется, это вообще исключительная ситуация, когда на саппорте делается БКБ первым слотом. Ну, смотря какой герой, он на каком-нибудь Шамане или Бэйне иногда делается, но... Да, но на Клокверке и на Макаке это выглядело довольно странно. Это выглядит как полная хрень, да, и там этот Диэм, который не может тоже ничего полезного купить. Ну, чел просто, он человек, он покупает Шиву, Шиву против Медузы. Ну, то есть не Кералсу, а Шиву. Ну, где его вообще логика, где его мозг? Ну, он, видимо, план-то наполеоновский, он думает, ну, как это, я же на Думе потом куплю рефрешер, а как я без Шивы буду давать два ультимейта? Ну, действительно, вопрос, да, никак, не будешь давать, манна не хватит, да. Но, блядь, нет у тебя никакого рефрешера, и Шиву-то у тебя еще нет. Ну, то есть, и вот это база, ну, база какие-то вещи, да? Это база. Это база, да, а люди абсолютно, ну, как бы, не знаю, как будто бы не хотят не думать ничего, как будто у них нет вообще никакой работы в этом плане. Чисто на автомате заходишь в игру, ставишь себе в Кикбай то, что три раза в паблике покупал сегодня, когда я играл на Макаке или на Думе, и играешь, все. Ну, а как, типа, с такой игрой, конечно, вряд ли что-то добьешься положительного. Ну, посмотрим. Самый важный матч впереди у ВП. У них, конечно, нет тренера, насколько я слышал, а у Na'Vi как раз есть, и он пока засекречен, они пока не говорят, кто это, но прям не знаю, если это его импакт, то Na'Vi он очень сильно помог, а вот ВП как раз-таки не хватает чего-то. По-моему, одна улиточка вообще самая интересная, что было сегодня. Удивлен, что мы вообще хоть что-то обсуждали. Двукратный чемпион The International Dota 2 Топиас Тавицанин, он же Топсон, включил Депрест Кида и Милана в свой додж-лист. Это произошло во время трансляции на Twitch. Киберспортсмены попались в одной команде в матчмейкинге. Во время игры Депрест Кид вел себя агрессивно по отношению к Милану, который забрал Сларка для игры на пятой позиции. А теперь то почему-то это стало улиточкой. Команда Топсона одержала победу в этом матче. То есть пока там Сларк на пятерке и Депрест Кид срались, Топсон походу соло им затащил катку, добавил их обоих в додж-лист и пошел играть дальше. Классика. И, кстати, следующее видео про то... Возможно, это, кстати, из этой игры, а может быть и нет, скорее всего, нет. Но как играет Топсон в доту? Я, честно говоря, был вообще в шоке с этих механик. Это паблик, он играет на Рубике против Дузы. У него шард и воронка аппарата, и каждый раз, когда он кастует воронку, Фиссура станет Медузу. Ну да, это, кстати, напоминает какую-то доту в ТФ, обилити драфт или типа того, да, если так подумать. Да это, знаете, какая-то, посмотри, он прям... Слон механик. Он затрыл, а еще и воронка аппарата урон наносит, и он там просто сжигает эту... Ну да, ну как это, каждый афтершок урон наносит, воронка аппарата урон наносит. Он такой, я хиздат. Не, ну это прикольно, потому что, как бы, эти механики, они известны, это как фишки, фишки практически знаменитые. Но обычно в реальной игре все-таки это все не происходит.